Вы неправильное слово сказали, вспоминаю. Я его просто не забываю. Он со мной ежедневно, ежесекундно, я уже говорила об этом. Как я могу вспоминать человека, который живет во мне сейчас? Вы любите муслима? Конечно. У вас есть друзья? Да. Вы с ними о нем говорите? Конечно. Ну вот оно так и есть. Прививать музыку, любовь к человеку посредством разговоров и слушать его нужно часто. Нужно его смотреть и наблюдать, как человек себя ведет на сцене, что он несет своим пением, своим поведением на сцене. На нем можно выучиться. Он как, ну может быть неправильное слово, он просто пособие, по которому можно выучиться. Я это вокалистам рекомендую. Он поет очень правильно. Я сейчас уже в данном случае говорю как педагог по вокалу, поэтому я всегда восхищалась, как он поет. А сейчас я понимаю, что нам надо было почаще слушать его. Ну вот так. Не понимаю вашего вопроса. А у кого какое-то сомнение возникает, конечно, у нас азербайджанец. Ну, бакинец, это они так между собой себя называли. Бакинцы – это нация. Туда входили и писатели, музыканты, артисты. Ну, его поколение. Они все друг друга знали, они очень любили друг друга. Но у них была нация бакинцы. Поэтому Дубаку все время находился в его сердце и постоянно в поле зрения, как он вспоминать. Он не вспоминал, он просто то же самое, вот как я живу, так сказать, ими. Он жил все время как бы наполовину. Ну, вы знаете, это знаменитое его выражение, что Азербайджан – это мой отец, а Россия – это моя мать. Вот у него так это и вышло на всю его жизнь. Пожалуйста.